Ирина Пегова, Антон Богданов, Александр Петров, Владимир Капустин, Ольга Ломоносова и многие другие звезды российского кино можно будет увидеть на фестивале «Горький фест», который пройдет с 19 по 25 июля. Они пройдутся не только по красной дорожке, но и лично пообщаются с нижегородцами на полюбившемся месте отдыха Нижневолжской набережной. Ведь на 7 дней она превратится в кинотеатр под открытым небом. С раннего утра и до позднего вечера там пройдут показы современного кинематографа. Погрузиться в атмосферу киноискусства можно будет на 12 площадках города. Принять участие в традиционном марафоне отечественных фильмов смогут все желающие. В первую очередь это безусловно наши четыре муниципальных городских кинотеатра. Это «Орленок», это «Буревестник», это «Смена», это «Рекорд». По всех четырех кинотеатрах будут идти бесплатные показы, конкурсные программы. Посещение всех сеансов бесплатное. Билеты можно будет получить со следующего понедельника. Во всех названных четырех кинотеатрах можно прийти в кассу и, соответственно, уже взять заранее билет на уже саму программу. Еще одним местом, где можно получить бесплатные билеты, это офисы компании МТС, партнеров фестиваля, а также в режиме онлайн на сайте ticketland.ru. «Горький фест» пройдет в Нижнем городе уже в третий раз. Особенностью этого года стал акцент на молодой кинематограф новых талантливых режиссеров и проектов, говорят организаторы. «В этом году мы делаем всероссийский питчинг дебютантов, и мы очень надеемся, что это будет максимальное количество дебютантов-нижегородцев, которые пришлют свои заявки. Цель питчинга – найти какие-то интересные проекты дебютные, где от Союза кинематографистов будет грант победителю в размере 500 тысяч рублей. Также присутствующие продюсеры, возможно, найдут не только среди победителей, а какие-то для себя интересные проекты дадут им жизнь. Для этого мы привозим определенное количество продюсеров, сегодняшних действующих, которые очень заинтересованы в новых талантах». Ключевым событием фестиваля «Горький фест» станет показ многогранного спектакля Александра Петрова «Заново родиться». Гости города увидят его 21 июня на стадионе «Нижний Новгород». Также в рамках открытия летнего кинотеатра будут показаны работы студентов школы кино и телевидения «Индустрия» проекта Федора Бондарчука и две премьерные картины, не показанные ни на одном фестивале «Зима» и «Болевой порог». Анна Давыдова, Время новостей.